Дрога-монита! 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 Я говорю, я хочу с барсеткой и с кепкой козырьком вперёд, потому что просто головой нахуй вынес. Один из моих лучших друзей в команде. Александр Андреев, спасибо тебе, что ты есть. Ну а сейчас Дмитрий Егоров расскажет всю правду о том, куда я пропал. Привет, друзья! Это Егоров. Сегодня о том, куда пропал Саня Фифа. Вы только что собрали тысячу лайков в Телеграме Броуков, поэтому мне ничего не остаётся. Приходится раскрывать тайны. Стреляем! Пуляем! Стреляем! Пуляем! Стреляем! Пуляем! Ребята, вы не выкупаете, блядь, я выйду там, блядь. Вы чё? Итак, как Саня Фифа, точнее, правильно говорить, Александр Андреев, потому что в последнее время ему не нравилось уже это имя Саня Фифа, и поэтому я обращался к нему исключительно как Саня Андреев. Так вот, как Саня Андреев попал в Броуки? Он был вообще одним из первых кандидатов. Ну, причин несколько, потому что мы нормально общались в Амкале, он очень прикольный и, что главное, деятельный человек. Во-вторых, у него была определённая история с Райзеном. Райзен, как вы знаете, на первых порах его критиковал, сделал кучу контента. Тогда ещё Саня Фифа, а сам Санёк на это никогда не обижался, потому что понимал, что всё это угар. Я не понял, тебя чё, блядь, подстрелили, что ли, на тренировке, блядь? Я не понял, что это за фейк Дрейк, блядь? Фак там, блядь, Саня Андреев. Блядь, такое ощущение, что, блядь, ой, блядь, Саня Фифа просто флэшбэк из Вьетнама сейчас в моменте словил. У Саня вообще полный порядок самооценкой и чувством юмора. Он знает, где там можно поржать, он знает, где стоит вести себя серьёзно. И поэтому никогда не скажут, что ему там было 19-20 лет. Всегда казалось, что он значительно старше. Кстати, и у Джеффа Бабатумба, если брать Амкал, такой же, как мне кажется, прекрасный характер. Но двоих таких ребят мы бы в Центре обороны одной команды вряд ли потянули. Поэтому, как сразу, подумали о Сане. Так я ему написал, он говорит, конечно, я готов, интересно попробовать. Ну и попробовали. Джеффа Бабанита! Джеффа Бабанита! Джеффа Бабанита! Саня очень хорошо влился. У него были прекрасные отношения, как со мной, с Райзеном, так и со всеми абсолютными футболистами. И всеми, кто вообще в округе где-то находился, команды Броуков. Причём он сразу уже, как только появился на первой тренировке, слов о чём, сразу начал создавать контент. Пришёл с этой ашкудишкой на камеру. Райзен там заставлял его выкинуть. Говорил, Саня, займись собой, там всё будет классно. Вот, Санёк за эту ашкудишку всё равно брался, не отпускал её. Ну, в общем, он дарил позитив. Бабанита! На уверенности! Саня с первого дня дарил позитив. И, конечно же, он появился в оформлении канала Броуков первым. И, я думаю, никуда из этого оформления не уйдёт. Но, во всяком случае, пока что мы не делаем ребрендинг. И Саня остаётся у нас наверху. Хоть вы его давно не видели. Примерно после первой тренировки, у Сани же ещё вот эта барсеточка, вся вот эта вот кожаная курточка, он пришёл на первую пресс-конференцию, которая была ещё до начала медиалиги. И там мы ему сразу говорим такой, Саня, ты выглядишь как настоящий начальник. Будешь начальником, вот там зарплата, сколько, 55 тысяч рублей. Саня такой, да, а ведь он до этого уже занимался таким полубизнесом. Он заключал там партнёрство между какими-то участниками медиафутбольного комьюнити и, соответственно, букмекерами. И поэтому Саня говорит, да, я готов. И вот посмотрите, с чего всё началось и к чему пришло. И вот сегодня Александр Андреев, с которым у нас ещё пару лет назад были конфликты, один из моих лучших друзей в команде. Александр Андреев, спасибо тебе, что ты есть. Мы вместе сделаем фрукт-бой с большими. Ну и всё. С этого и началось. Он помогал нам делать эту форму атлетика первую, где нас там, по-моему, обдурили. 60 тысяч, по-моему, нам до сих пор за эту форму должны. Но это не важно. Это всё выглядело настолько органично для броков, настолько прикольно, когда Санёк в этой кожанке несёт там какие-то вместе с Райзеном пакеты. Вообще был кайф, как они принесли тогда форму на матч на спорте. И там же Саня ещё вышел на поле. Ну что? Вот она! Так, смотрим эксклюзивный контент. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она, Димкин. Самое главное, что начальство при итогу не подводит. Это самое главное. И его подкаты, его вот это вот желание рубиться, несмотря на то, что он там пивко пил последний год и достаточно тяжело ему было бегать, но видно, что он прям старается. И это отметили сразу же первые фанаты, которые к нам начали ходить. И этот заряд одному начальнику верим. Это Александр Андреев, вот сразу, прям с самого начала. То есть Саня был главным действующим лицом команды в тот момент и одним из самых позитивных людей. Это 100%. Я максимально рад. Это действительно большой шаг и для меня, и для команды. Лично для меня это новый опыт. Дальше был уже матч с СФК, когда Саня, во-первых, классно сыграл, но не дал никому себя пройти. Саня, давай. Наконец-то. Макс. Давай, Саня, давай, давай. А во-вторых, забил ту самую пенку, взял и шкудишку. И, кстати, после этого момента в медийный футбол начал влюбляться Дьяк, который, ну так, просто пришел попинать мяч, что-то там устал. А нифига себе, как прикольно и интересно. У нас тут Саня Фифа какой-то бьет пенальти, перекладину, он с этой шкудишкой. И Дьяк так и писал. Все, Саня Фифа мой кумир. И примерно после этого момента сам Дьяк уже начал там везде выступать на камеру. То есть для него, наверное, тоже какой-то был немного поворотный момент. Ну а дальше, дальше мы поперлись. Саня Фифа вышел со Стармиксом. Мы сыграли на ноль. Вообще все было идеально. Да, да. Там следующий матч с Артом уже был не настолько удачным. Потому что Саня там пеночку привез. Но неважно, потому что в следующих матчах он тоже выходил. И с тем же СД отдал просто класнющий пас на ход Сереге Давыдову. И, кстати, Саня там тоже на ноль сыграл. И потом на корпорате, который у нас был, отлично оттусил. И Саня был легендой. И когда мы на биатлон ездили, и везде всегда на него куча всякой работы свалилась. Я даже не представляю, как он справлялся. То есть нам все не представляют, как справлялись. Было реально достаточно сложно. Открывайся. Хорош, Саня. Из таких проблемных тем в какой-то момент стало понятно, что на медиалиге уже ближе к концу, что надо там выходить из группы, еще что-то. Что становится сложнее как-то давать время и так далее. Но Саня это всегда вообще спокойно воспринимал и говорил, да что, я вообще не парюсь. Мы там кайфуем, иногда организуем матчи. Мы специально для этого начали участвовать в кубке Рутюба, чтобы в том числе Саня мог почаще поиграть. У нас были там товарники, где тот же Саня играл. Вообще все было отлично. До самого последнего дня Саня был полностью в команде. Один из моих лучших друзей в команде. Александр Андреев, спасибо тебе, что ты есть. Теперь о том, что же дальше произошло. Где сами FIFA? Раскрываем тайны. После чемпионата уже на сборах Саня подошел и сказал, Димон, у меня сейчас запускается, скажем так, бизнес. Я буду достаточно занят, так что если вы хотите, чтобы я работал администратором, а мне очень много надо работать, работа прям уйма, то это за совсем другие деньги и на 100% не факт, что я буду везде успевать. И плюс ко всему у Санька еще был мерч. То есть мерч он оформлен на его ИП, он им занимается, он отвечает на письма. Он там и еще какие-то люди, которые, я так понимаю, процент какой-то могут получать от продажи этого луча. Мы процент это не обсуждали, поэтому оно все за 100 берлось, и я никуда не пропадал. Я ничем не огорчен. И на Сане реально было очень много работы. Я тогда подумал и решил, что нам, наверное, нужны люди, которые будут свободны вот в этой работе. И люди, которые не занимаются творческой деятельностью, как Саня, для которых вот это вот все достаточно большой геморрой. Я так Сане и сказал, и мы наняли Федоровича из «Динамо», крутейшего мужика Давида Берова из ФС, который большой опыт имеет подобной деятельностью. А Сане, я сказал, Сань, давай там тренироваться и играть, там по деньгам договоримся, там на премке и все остальное. Вот, потому что понимаешь, что у тебя сейчас там работа, тебе там далеко ездить. Вот, все, Саня сказал, что ок. Какое-то время на начальном этапе ездил, но ему очень далеко из дома, до того места, где мы сейчас тренируемся. Вот, и поэтому там Саня чуть-чуть начал пропускать. Вот, а потом в какой-то момент, да, он действительно исчез. И мы не до конца поняли, ну, не до конца, потому что текучка такая, не до конца там тоже успеваешь обращать внимание. То есть Сане нет, Сане нет. И в какой-то момент мы поговорили, и Саня сказал, что Димон, у меня все с бизнесом вот этим, который я веду, все хорошо. Работы просто масса. Я сутками буквально занят. Очень много интересных проектов. Каких, я на данный момент не знаю. Он говорит, просто очень много интересных проектов. Там, с денежным довольствием все тоже хорошо. Поэтому вот на данный момент сейчас у меня возможности ездить на матчи нет. Единственная правда, что меня немного удивило, что Саня на игре с реалити пришел на трибуну. То есть там не на бровку, не на трибуну за скамейкой, а именно на вот ту трибуну. Почему Саня Фифа на трибуне, а не с командой? Потому что мы играем на вебе. Он броук до конца жизни. А почему его нет на последних матчах вообще с командой? Так потому что он сейчас от медиафутбола отошел, он немножко в других сферах жизнедеятельности развивается. У него есть другие аспекты жизни, которые он развивает и прокачивает. Потому что Саня, в принципе, это с самого начала и есть проект Броков. И вроде когда я у него спрашиваю, говорю, Саня, что такое? Он говорит, да нет, там все нормально вообще, без вопросов. Я там еще вернусь. Может быть, он чем-то обижен, я не знаю. Потому что когда спрашиваем, он говорит, нет, все нормально. Поэтому мы с удовольствием всегда ждем Саню. Хоть на бровку, хоть на тренировку. Готовы выпускать его на поле, если он опять хоть чуть-чуть заинтересуется футболом. Потому что Саня был с нами с самого начала. Поэтому мы его все очень ждем. Да, я не считаю, что Саня. Я говорю, я хочу с борсеткой и с кепкой и козырьком вперед. Потому что просто головой нахуй вынесли. Никаких там скандалов, недомолвок нет. Единственное, конечно, что сейчас, когда Саня пропал, мы не очень понимаем иногда, что там с Мерчом происходит. Поэтому, скорее всего, на себя его возьмем. Поэтому вот такие вот тайны. Надеюсь, Саня вернется. Был Егоров, пока.